Самое уютное мероприятие лета. В третий раз подряд в парке Степаново состоялся вязаный фестиваль. В наш город показать свое умение, творить и вытворять приехали рукодельницы из Владимира, Ярославля, Костромы, Санкт-Петербурга. Вязаный фестиваль можно назвать еще и одним из незаслуженно недооцененных мероприятий. Организаторы уже несколько лет пытаются заручиться материальной поддержкой у городских и областных властей, но тщетно. С организацией в этот раз помогли спонсоры из города Богородицк Тульской области. За счет средств меценатов мастерицы закупили необходимое количество пряжи. Намного шире выставлены и фотозоны, проделана огромная работа и связано это с тем, что именно в этом году нас смогли профинансировать. И, к сожалению, опять-таки не наша администрация, не администрация Ивановской области, не администрация города. Только диву даешься, на что способны человеческие руки. На фестивале связано буквально все – наряды, декорации, игрушки. Пожалуй, самой яркой получилась радужная фотозона. Вязала я ее в течение всего года, то есть понемножку отвлекаясь от своих дел. Метров, даже не скажу, сколько метров, получилось тут 10 мотков вот таких размеров клубки. Это живность, это радужный кот, там еще есть радужный пес, которые живут на той стороне радуги, там я их и нашла. Вязала обычными с обыками без накида, самое элементарное, что может быть вообще в вязании крючком. Ходить и фотографироваться без остановки – таков негласный девиз фестиваля. Путешествуя по вязанной стране, можно на миг превратиться в русалку с копной волос из ниток, посетить долину сладостей и стать гостем на чаепитии у сказочной Алисы. Я даже не думала, что можно руками связать такие игрушки. Вот нам особенно понравился столик с вкусностями, типа такой бар с конфетками, тарелочки, чашечки. Все очень ювелирно связано, и дети в восторге. Подготовка к фестивалю шла в течение года. За готовыми работами – километры ниток, десятки бессонных ночей и сотни мозолей. Нужно сначала смотать нитки, выбрать их, перемотать, потом выбрать себе модель, которую ты будешь вязать. И очень интересно, что они вяжут, мне нравится, когда они вяжут эти дома, дома вся Иванова, картины нравятся, потому что это интересно. А также, помимо этого, еще очень нужно много времени и терпения. То есть без труда здесь ничего не получится. Как и любой фестиваль, этот не обошелся без конкурсной составляющей. Мастерицы оценивали в умении вязать игрушки по рисункам детей, проверяли навыки в японском искусстве амигуруми и самой сложной номинации в вязаной архитектуре. С каждым годом желающих принять участие в вязаном фестивале все больше. Пропорционально расширяется и мировое одеяло. Количество самодельных гербов на нем увеличивается. Я вяжу уже пять лет и стремлюсь к тому, чтобы изучать новые схемы, изучать новые какие-то изделия. Состоится ли вязаный фестиваль в следующем году – открытый вопрос. У местных властей мастерицы хотят увидеть заинтересованность в своем рукотворном проекте. Они уверены, бренд вязаной столицы России Иванову бы очень пригодился. Мы сделали огромную работу. Людям это нравится. Зоны хорошие, зоны красивые. Нам бы очень хотелось, чтобы это можно было бы выставлять. То есть нам нужна помощь. Помощь в том, чтобы дали мы, наверное, возможность какое-то помещение. Помещение из территории. Не важно. Важно, что мы могли бы выставить все эти прекрасные работы и люди могли смотреть на них в любое время. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.